здравствуйте в эфире программа главный герой наша тема сегодня омский глянец а я напоминаю что это и другие наши программы вы можете посмотреть на официальном сайте itv55.ru и у нас в гостях пиар-эксперт маркетолог экс-директор журнала я покупаю омск наталья личман наташа здравствуйте здравствуйте первый вопрос у меня к тебе такой я когда вернулся в омск около пяти лет назад я попал в какой-то салон не помню уже не сейчас не вспомню и увидел там сразу выкладку весь иконостас вот всех журналов омских которые были меня поразило качество конечно местечковое не по не федеральная но достаточно хорошего уровня была собака чистаем стольник дорогое я да все кроме главного героя я покупаю да и как бы и достаточно толстый достаточно объемный что тогда было самый рассвет почему так много было глянцев почему они это у меня я кстати тогда вопрос задал и получил на него ответ тогда кося ну давай я буду поступательная то есть начну с со своего опыта в издательстве это было 12 лет назад тогда рынок был еще не избалован был единственный журнал то это дорогое удовольствие как меня судьба свелась я покупаю тоже поделюсь я думаю что многие знают а кто-то и не знает когда поступил заказ я работала рекрутером по подбору персонала из москвы поступил заказ что заходит глянцевый журнал в город омск я покупаю все смеялись над этим названием я покупаю я продаю я успешно этот заказ выполнила и соответственно мне главная мирового коррективно да и мне я покупать я искала топ-менеджера директора филиала вот и тогда головной офис я покупаю они мне сделали предложение руководителю рубрики моды красота а бак пресса не же выпить даже тогда кстати правильно заметил а потому что родина я покупаю это екатеринбург я знаю я сотрудничаю с их или вопрос вот и после этого соответственно началось мое поприще в издательстве на тот момент был журнал дорогое удовольствие собственно но и сейчас и все тогда было поле непаханное клиент был еще не настолько избирательные избалованы и то есть они ну грамотно могли рассредоточить свои бюджеты то есть если дорогой удовольствие бюджеты были тогда были бюджеты я хочу сказать одно что я начинал с первого номера и крайне было тяжело понимать что поиск клиентов как это понимать полоса разворот поворот 3 1 федеральный контент то есть получилось так что у меня была командировка в тюмень из тюмени в москву успешно прошли семинар и все девочки эти пошите вот и я могу сказать что достаточно успешно с первого номера все топовые клиенты они как были тогда и они собственно есть и сейчас это вот у нас модный дом не агара степ ну по отраслям можно слышать вешены ювелирные медицинские центры вот на тот момент как раз только по моему вот алена бока дочери это да и с первого номера мы как начали сотрудничать ну собственно говоря и по сей день но уже без тебя уже без меня да скоро будет месяц как без меня ну это отдельно мы потом поговорим обязательно вот потом через какое-то время просто как грибы начали в один период там в полгода бонзай если ты помнишь еще и не помню на база и был такой шикарный журнал да ну в кавычках да то есть но он на самом деле помню шоколад вот было одно время но буквально чуть-чуть я говорю франшизные франшизные это дорогое удовольствие это я покупаю потом выходит бонзай нет потом бонзай потом открывается тут же стольник и берет проспект франшизу собака . ру это питерский журнал кстати неплохой и и читаем и читаем вот но он достаточно сильный журнал я могу сказать но условия франшизы были неподъемные для нашего города там для того чтобы он был окупаемый полоса должна была стоить минимум 40 тысяч потому что очень много контента и очень много контента печать жестко было что только финляндия а потом когда случился кризис соответственно условия наташа почему вот у меня это было вопросах тут не первым прав не вторым да почему как ты думаешь я-то знаю почему а как ты думаешь почему все журналы по франшизе издаются в омске почему нет оригинальных журналов своих но за исключением моего ну костя опять же да вот первое большой плюс франшизного журнала это во первых а это сетевой журнал где узнаваемость обложки сетевой контент да это плюс контент но есть здесь минус объясню почему потому что мы становимся заложниками того контента тех специалистов которые я помню в 2006 или седьмом году была такая рубрика заходник супер до свидания не буду называть сегмент и рекламодателей слава богу они работают успешны когда просто-напросто приходит контент из москвы и что до свидания кофе такое-то до свидания марка такая-то то-то и супер вот это супер до свидания и тогда прощание что из ну да да и получается что звонок в редакцию говорят лично вы что-то пишете супер до свидания там кофе она как и было так и есть она очень актуально неважно кто-то любит такой кто-то такой тогда там экспресс-кофе почему я не связано интересно с каким-то отношениями с глобальными рекламодателями в москве или что они таким образом хотели бы влиять к сону материал как правило это редакционный материал который спускается по всей сетке тогда на тот момент было порядка 22 городов то есть он спускается есть обязательный материал который ты не имеешь право не ставить не ставите не двигать не локализовывать ничего и есть материал который ты можешь адаптировать вот и как правило вот эти вот которые жесткие и там соответственно и случается это это логика это франшиза это первое но опять же да вот из наших таких да вот местных но ты же издаешь журнал так я только из хорошим контентом я может что это не очень сложно делать так все начнут издавать но на самом деле понимаешь у меня то я почему я почему я издаю я в двух словах скажу почему я именно потому что но у меня редакционный журнал был до этого редакционный журнал там основном текст в основном контексте тексты проекты и так далее и так далее да но меня не устраивали условия редакционной политики то есть я понимал что я могу взять лучших героев мне например нельзя было брать женщин ну главными героями нельзя было бы брать женщин я хочу работать женщинами они интересные собеседники, они корсины, я хочу, да, и я хочу, и что за шовинизм вообще, и я хочу, чтобы они были у меня на обложке женщины, и я к этому требуюсь, нельзя ни в коем случае, ни в коем случае нельзя было брать молодежь, вот у меня сейчас молодой человек, достойный человек на обложке, я взял и радуюсь этого человека на обложке, да, но у него очень хороший текст, там он достоин быть, обложки реально достоин, в следующей обложке у меня, я думаю, что будет женщина практически на 99% в этом уверен, и это не вызывает, каких-то ассоциаций неприятных у публики, потому что, ну опять же, у меня человек, который выходит на обложку, это должно быть подтверждено моими внутренними какими-то понятиями редакционной политики, да, я могу поставить, конечно, красивую и даже фэшн, и может быть, даже диву, как это делал Чевтаем в свое время, помнишь, у них была полоса прямо, они этим, кстати, подпортили себе репутацию, но они ставили женщин, полоса чего? А полоса прямо женщин у них была на обложках постоянно, да, они этим и подпортили себе немножко репутацию, но я хочу сказать, что я-то оправдываю прежде всего историей какой-то жизненной, да, а... Потому что у тебя журнал состоит и контента со мной, это истории людей, их опыт, успех, там, даже они делятся на страницах журнала, там, даже какие-то там неудачи, да, то есть человек, который прочитал... Понимаешь, это вот, ну, как бы, лайф-стори, и тебе тяжелее, тебе, во-первых, а, найти этого человека, б, для того, чтобы, ну, он хотел осветить... Открыться иногда даже обнажительно... Открыться, да, потому что многие зачастую какие-то там предрассудки, что я не хочу, меня там сглазят, меня там... Наташа, предрассудки-то созданы тоже, поскольку ты к пиару имеешь непосредственное отношение, ты должна понимать, наверняка понимаешь и знаешь, и предрассудки, они зачастую сформированы самими СМИ, то есть сами СМИ, которые непрофессионально работали с теми или иными героями, да, известными, они просто испортили отношение к отрасли в целом, и когда ты начинаешь с ними разговаривать, они говорят, мы не хотим так, чтобы как в бизнес-курсе, или еще там где-то как-то, я говорю, ребята, но я же не они, а докажи, но я уже доказал. Костя, это опять же говорит о непрофессионализме. Объясню почему, потому что клиент, который сработал там с одним из журналов, продуктов, он не увидел эффект, ему не объяснили, что один раз это ни о чем, не надо тратить деньги ни клиенту, ни себе, то есть должна цепная реакция, один раз это импульс. Это должна быть система, это система. Закономерность, третий раз стабильность, минимум три раза нужно разместиться для того, чтобы уже сесть за стол переговоров и сказать, что, ты знаешь, Костя, журнал не работает. А я тебе еще один другой момент скажу, поскольку вы стабильны. Я не отвечаю за работу других журналов, я могу ответить за себя, потому что помимо того, что, ну, у нас есть опыт, да, то есть все строится так же и на личных отношениях, помимо того, что мы размещаем, мы же не просто вот разместились, забыли. Как я говорю, что рекламщик – это не работа, это образ жизни. К нам зачастую, ко мне прощают. Нет, ну, твой подход, он, твой подход мне вообще, он очень панировал всегда, когда мы были еще конкурентами, я приходил к заказчику или клиенту, вернее, с которым я разговаривал, и там, мне кажется, все равно в каком-то журнале в этот момент времени работала, когда говорили личмана, мне говорят, ну, а личман нам там, вот мы у нее разместились, она нам дала тот контракт, тот контракт, тех привела, тех привела, тех привела, тех привела. Ну, понятно, мы же когда, мы когда же начинаем общаться с клиентом, мы же стараемся ему помочь, и ты, и я, и твой подход, он известен, он правильный на самом деле. Ну, и зачастую так же обращаются знакомые, приятели, друзья, куда пойти. Ну, вот по поводу эффективности я хотел вставить все-таки, поскольку мы с тобой оба профессионалы в этой отрасли, еще хотелось бы сказать клиентам и рекламодателям, которые обратятся в любую журнал, которые сочтут нужным обратиться, да, что там первый, второй, третий, может быть, из первого раза на самом деле эффект будет, может быть, такое бывает, но… У меня был в прошлом году эффект. У журнала очень продленный эффект, очень, потому что я приезжаю в Калаченко к родственникам, я, извини, открываю там, ну, лежит стопка журналов там в салоне, я беру журнал, начинаю его смотреть, мне так интересно, я покупаю, кстати, мне так интересно, я смотрю 2013 год. Я смотрю, что у меня родители мужа живут в Калаченко. А, ты поэтому там дистрибуция, да, по-своему. То есть он очень долго живет, и мои какие-то журналы еще, я уже другой издаю. У журнала, скажу честно, нету, у него очень бесконечная жизнедеятельность, если только ты его не выбросишь, кто-то заберет. И, как правило, на каждый журнал приходится три-пять читателей. Глубина контента это называется. И да, это точка контакта. Вот я принесла на работу, либо домой, и начинается семейный альбом смотрит и так далее. И здесь ненавязчивая подача. Хочу-беру, не хочу-не беру. Хочу открываю, не хочу-не беру. Конечно, в журнале, опять же, да, но мы говорим про глянец, про журнал, это одно дело сделать продукт, это как испечь пирожок, а другое дело это четкая дистрибуция. Потому что можно его сделать, а никто его не увидит. То есть это даже четко быть выверенная дистрибуция в самых там респектабельных местах, в самых проходимых местах, в самых там... Где проходит правильно, опять же, трафик. Да, да, да. Не так, как вот в Мегу, да, вот у нас есть клиенты федеральные. Привезите, привезите. Я говорю, слушайте, вы ими торгуете, что ли? Вот, то есть как бы здесь нужна еще четкая подача. Кофейни, рестораны, фитнес-центры, медицинские спа-салоны. Да, да. Гостиницы, кстати, хорошая, как ни странно, позиция, потому что там обычно не забирают с собой эти журналы, но там хороший трафик проходит, и люди в лобби читают, оставляют, читают, оставляют. Опять же, даже большой плюс этот договор, ну, скажем так, я подарила, я покупаю. Это, наверное, впервые за всю историю, когда Омский аэропорт, я заключила договор, который платил деньги. Зачем им вообще реклама? Ну, по сути, как бы у них там... Я покупаю, стали размещаться. Да, да. Я тебя разочарую, они в дорогом размещались одно время. Да, но они размещались там... Да, а не запартеры. Да, да. А у нас, помимо того, что мы на коммерческой основе, и плюс в том, что в зале ожидания аэропорта, в VIP-зале ожидания аэропорта стоит стойка, где их фирменные журналы, и также стоит «я покупаю». Знаешь, я бы поспорил, насколько эффективна реклама аэропорта, «я покупаю». Вот я бы с этим очень сильно поспорил. Ну, смузи не дистревел, это проводили. Это в феврале, когда открыли прямые рейсы в Грецию. Ну, у меня свое отношение к «я покупаю», я не буду его, а то воспользуюсь своими возможностями. Меня потом опять будут критиковать, как постоянно это делают. Нет, на самом деле я тебе хочу сказать, что со сменой это я... Я этого не скрываю, могу сказать это абсолютно точно, что со сменой собственника франшизы я покупаю. И когда ты заняла первую позицию, я покупаю вот за последний год твоего непосредственно руководства с новым собственником, я покупаю и изменилась в лучшую сторону. Это точно, абсолютно. Я увидел его другой, абсолютно точно, когда не было понятия каких-то псевдокреатива и так далее, и так далее. Да, я понимаю, что ты понимаешь. Да, все понимают, я так думаю. Ту же самую историю я могу сказать и про дорогое удовольствие. Несмотря на то, что я к Анне Михалик отношусь очень хорошо, очень хорошо. Но когда она уж покинула журналы, когда журнал возглавили, вот я даже не знаю фамилию, не выговорю никогда, но когда туда Саша Анисимов пришел, вот эта команда новая начала работать, у них тоже, у них прямо по-другому начало выглядеть издание, согласись. Но есть там вопросы, моменты какие-то, что их не найти и так далее, и так далее, но это как бы их дела, я даже не хочу туда лезть. Но и сам по себе качество стало лучше. Да, ну качество чего? Контента, качество контента. То есть мне больше нравятся проекты, которые там сейчас есть, мне больше нравятся тексты даже. Костя, вот смотри, опять же, видимо, у них условия по франшизе очень лояльные. Я, потому что даже когда смотрю журналы, я не могу понять, вот этот парень, он чем выдающийся, вот этот парень, или вот эта девушка, да, то есть там как бы, ну, с перчинкой, со стринкой, да, я все прекрасно понимаю. Ну это слишком мне уже. Да, то есть, потому что, допустим, другие журналы, есть четкая навигация по рубрикам. Ну, есть бренд-бук, которому ты должен следовать. Да, бренд-бук, который ты следуешь. Видимо, у них очень лояльные. Либо у них поменялся головной, потому что... Возможно, возможно. Проблемы были, и проблемы были очень... Лучше бы они верстку поменяли с уши, вот это вот, ну ладно, да. Все-таки возвращаясь к тому, что произошло за последнее время. Чифтаем ушел, Чернышев уехал, закрыв сначала собаку. Шикарный был журнал. Ну, а, кстати, я тебе хочу сказать, что в очень многих регионах, это я знаю доподлинно, собаки не закрываются, а наоборот, я покупаю, допустим, где-то прекращается, что они уходят в собаку. Я, потому что в силу того, что вот с первого номера я покупаю, и многих директоров... Ну, региональных. Да, я их знаю, мы общаемся до сих пор. И, как правило, то есть они уходят из «я покупаю» и берут франшизу собакой. Да, я это много раз слышал. Есть такая тенденция, то есть Ростов, Нижненовгород, Казань, многие города. Ну, потому что на самом деле журналы текстовые, за ними будущее, если оно вообще, в принципе, есть у журналов. Вот, кстати, об этом. Сейчас позакрывалось очень много журналов и осталось вообще на плаву там единицы. Я ушел, тоже не от хорошей жизни, я тебе хочу сказать, на другую периодику, да, и переформатировал совершенно. Теперь раз в квартал выхожу. Почему? С чем это связано? Ну, во-первых, с учетом кризиса. Как бы там ни было, как бы мы себя не тешили, как бы мы оптимистично на это не смотрели, это первое. Второе. Жесткий демпинг по цене. Потому что клиент, он понимает, что у него, допустим, есть бюджет 50 тысяч, и он, соответственно, идет куда? Туда, где дешевле. Они не понимают, что так же у товара есть, вот у этой страницы есть себестоимость для того, чтобы ее напечатать, сделать. Типография. Потому что, ну, ты сам прекрасно знаешь, самая большая стадия расходов – это печать. Вот. И поэтому, как бы, клиент стал гораздо более искушенней. Заполонили… Вообще для рекламы убийца – это интернет. Я опять же говорю, интернет – это информационный шум. Человек, который работает и заточен на результат, он не будет сидеть в интернете, как молодежь. Вот у меня старшая дочка, да, вот 17 лет. Это она еще может сидеть. Не, ну здесь я с тобой буду спорить, потому что у меня есть интернет-продукты. Нет, у тебя интернет-продукты, когда человек, ты уже его продвинул, и я умышленно туда захожу. А когда мне клиент говорит, я, ну, давай не помню, я, контакт, одноклассники, фейсбуки, реклама, ну, есть сегмент лакшери, да. То есть есть и те клиенты, в любом случае, им бумажный принт нужен. Давай вот все-таки, почему журналов много закрылось, да, мы назвали с тобой кризис демпинг. Кризис демпинг. Ну, твои достаточно на иноузы для того, чтобы… Нет, и могу сказать одно, что журналы закрылись, потому что так же и клиенты закрываются. Я потому что помню даже на тот момент, когда я начинала, ну, я могу порядка много привезти клиентов, которые они просто закрылись. Они закрылись, переехали. Уехали из Омска. Уехали из Омска, совершенно стали заниматься в другой сфере деятельности. Вот и все. Скажи мне такую вещь, не упала ли репутационная составляющая вообще в принципе глянца, ну, глобально? Вот на… Меньше стали доверять глянцу или… Читатель именно? Ну, читатель, читатель. Ну, читатель, потребитель. Нет, нет. Ну, я вот с тобой соглашусь, потому что… Я объясню, почему. Потому что мы же идем с позиции, мы же не какие-то там пишем про кого-то, плохо, хорошо пережать. То есть мы как бы формируем потребность. И уже читатель, он видит на страницах журнала, это я сейчас говорю… А я покупаю. А я покупаю. Ну, я покупаю, там, дорогой, там, столик. Нет, ну, это журнал нет, ну, я покупаю, это все-таки журнал… Это шоппинг-гид. Это каталожный такой журнал, который формирует рекламный именно контент. Да, уже потребность. То есть читатель видит, он понимает, что это не в Москве где-то, что он может просто облизаться, посмотреть. Он видит, смотрит, и уже на страницах журнала формируется потребность той или иной услуги, там, товара и так далее и тому подобное. Вот это и есть эффект. Я всегда говорю рекламодателю, что наша задача привести клиента до порога, а ваша уже задача выявить потребность того, потому что, ну, как ты сказал, кадры – это сейчас очень ценный продукт. Потому что, ну, где-то они в настроении, там, администратор, консультант, где-то кому-то, там, обидят и не так отзовутся или еще что-то. Все. В рекламе, в принципе, у любого носителя есть свои преимущества и свои… Недостатки. Недостатки. И мы, кстати, перечисляем периодически по этому… Ну, допустим, наружка. Да, их… Видно. Нет. Их видно, но ты не поймешь. Вот зачем, ну, грубо говоря, там, Армани, Москина, там, Ричмонд, наружка. Тот, кто увидит, он не поймет. Это, во-первых. Во-вторых, наружка жизнедеятельности… Ну, не все поймут. Давай так, не все поймут. Да, ну, не все поймут. Потому что только от светового дня. Все, сейчас у нас в 5 вечера будет темно, и какая наружка? О, она под светкой стоит. Нет, ну, я тебе скажу еще так по-другому. Во-первых, люди, если говорить об Омске, о городе самой высокой, концентрации, одной из самых высоких концентраций наружной рекламы, то люди просто уже, они не воспринимают многие позиции. Вот мы едем, а их там тысячи. А в других городах вообще нет, вот в Казани. Вот поэтому… В Казани вообще убрали. Да. Нет, ну, это, во-первых, ну, я надеюсь, что и у нас рано или поздно, я с этим активно борюсь, чтобы наружку убрали. Не потому что я глянусь. Не убрали, а сократили до разумных каких-то пределов, да. Но, и потом, это же такая очень акционная реклама, это очень быстрая реклама. А как тебе нравится реклама, вот, например, я все, вот я тебя хочу спросить, вот, когда фэшн, в течение, там, я не знаю, дня, 3-4 смс-ки приходят к тебе, придите, там, на распродажу, там, ну, условно, там, Версачи ковали, там, еще чего-то. Вот насколько это, ну, я вообще не приемлю такой вид для фэшн. Но вообще запретили. Есть закон. Да? Да, есть закон. Надо кому-нибудь пожаловаться. Есть закон о том, что, если ты не оставлял, помнишь, один период было повалено, вот, ты понимаешь, что ты не клиент этого магазина или салона, тебе приходят, там, шины, я не знаю. Нет, ну, тут есть и закон, это я знаю, конечно, есть возможность его обходить. Я не про это. Я считаю, что нет, я поняла, что для фэшн это, как бы, не формат, на самом деле, есть, потому что эти смс, как правило, они просто удаляются автоматически. А если вот позвонит, там, тот же консультант из уважения, ты не станешь ему уже, там, грубить или, там, ты его послушаешь, что, там, здравствуй, Наталья. Вот ты мне сейчас не как эксперт, ведущий именно в глянце, а как потребитель, вот тебе приходит смс, как ты на нее отреагируешь, если… Да я их вообще не смотрю, не читаю. Я не смотрю, не читаю. Когда Инстаграм приходит, когда Инстаграм приходит, меня там, я там зарегистрирована, но там ноль публикаций, потому что у меня, да, есть свое введение на это. Но когда приходят запросы на подписку, там, какие-то шоу-румы и так далее, мне зачастую даже клиенты говорят, даже пишут, директ, ну, пусти меня уже к себе, пусти. Я говорю, а, подождите, а кто вы? Я смотрю, да, на самом деле, я просто даже это не отслеживаю. Зачем? То есть, ну, как бы для меня это информационный шум. Все. Для кого-то, да, возможно, там, для шоу-рума, там, девочки, там, вещи, там, по пять тысяч, по две тысячи, возможно, это имеет место, быть актуальность, я сейчас не исключаю. Не, мы конкретно говорим с тобой про глянец, поэтому… Да, поэтому, как бы… Не тяжело себе представить шикарные проекты, которые делает Наталья, например, Горбунова, да, мне тяжело их представить на… Вот она, конечно, размещает в Инстаграме, это нормально, и там они смотрятся хорошо. Но она один из самых активных, в общем-то, пользователей, скажем так, журнальной рекламы, потому что она понимает, что она всю жизнь занимается лакшери, сколько я ее помню. А помню я ее уже лет, вот, и такие проекты. И она дошла до того, что она не пользуется услугами. Насколько я знаю, она сама делает проекты, у нее есть лицо бренда и категория. Она сама делает идеи, все, вплоть до того, что сделать, как поставить, как модели, все это… Наташа, я с тобой могу говорить, конечно, бесконечно, но у нас время подходит к концу. Я бы хотел задать все-таки вопрос к тебе. Вот ты покинула, я покупаю после стольких лет работы, и успешная работа, эффективная, и ты, в общем, тебя олицетворяют с менеджером, который приносит прибыль. И самое главное, получает удовольствие от своей работы, вот что очень важно, да, ты всегда получаешь удовольствие от этой работы. Вот скажи, ты продолжишь работать в этой отрасли, и если да, то при каких обстоятельствах? Костя, вот есть такое понятие в жизни – точка невозврата. Это что касается в издательстве. Но, опять же, я скажу, что две недели назад у меня такой, опять же, важный момент в жизни. У меня дочка пошла в первый класс. Поздравляю. Да, спасибо. Не хочу, собственно, повторять ошибки, так как старшая уже заканчивает школу. И я помню, что там бабушки все сидят, а мама на работе, мама всегда на сдачах, мама на мероприятиях и так далее. Ну, я не знаю, какой должен быть журнал, чтобы я его возглавил. Но я могу сказать одно, что с твердой уверенностью вот эту работу я люблю, и мне это нравится. И умею. И умею. Я знаю вдоль и поперек, когда мне начинают говорить, а вот это или это, я никогда не учу тех, в чем я не уверена. Здесь я уже знаю вдоль и поперек. Ну, во-первых, уже исторически сложились взаимоотношения с рекламодателями, которые мне до сих пор звонят, которых, собственно, и ведем, вот, по продвижению. Также консультируем, вот, и я могу сказать одно, что планы у меня грандиозные, о них ты тоже узнаешь. Скоро. Да. Я думаю, первым я узнаю, да? Да, однозначно. Костя, ты узнаешь первым. Спасибо большое. Я напоминаю, что темой нашей сегодняшней программы был «Омский глянец», и в гостях у нас была пиар-эксперт, маркетолог, экс-директор журнала «Я покупаю» Наталья Личман. Наташа, спасибо большое тебе. Костя, спасибо большое за приглашение. Субтитры подогнал «Симон»!